Нартик ТВ. Время новостей. В студии Максим Галямин. Здравствуйте. Тереберку уже долгое время называют туристической жемчужиной региона. Ежегодно и зимой, и летом туда приезжают как гости со всей территории России, так и иностранцы. Поток огромный, а за ним всего идет и бизнес. Здесь строят рестораны, кафе и гостиницы. Однако, как показывает практика, не все предприниматели действуют в рамках закона. Есть и те, кто решают работать по правилам дикого времени, вредят местной природе и подвергают жизни гостей опасности. Отель «Кедрграсс», расположенный прямо на въезде в одну из частей Тереберки, село Ладейное, сегодня на слуху у многих. И знаком этот объект не красотой видов или отличным обслуживанием. Известность пришла к гостинице после того, как очевидцы сняли вонючий ручеек. Текущая цептика комплекса напрямую в Баренцево море. Канализация идет прямо у моря. Прямо с «Кедрграсса». Очистные. Вонь ужасная. Вонь ужасная идет. Вода черная. По словам очевидцев, «Кедрграсс» устранил нарушение демонстративно, о чем и отчитался контролирующим органам. Фактически же, утверждают северяне, нечистоты продолжают лить в акваторию Баренцево моря. Правда, сейчас этого не видно, потому что «Кедрграсс» свою трубу закопал. Впоследствии все эти вопросы подтвердились, что они на самом деле сбрасывали нечистоты прямо в Баренцево море. Приезжал Роспотребнадзор, который подтвердил данный факт. Было, видимо, выносено постановление, установлен второй септик. Но после чего в темное время суток была проложена очередная труба большей дальности, которая непосредственно выходит все равно в Баренцево море. И это не единственные нарушения, которые допускает руководство отеля. Видите вот эту пристройку к основному зданию? Это ресторан, который «Кедрграсс» построил для своих гостей. Несмотря на то, что фактически он часть отеля, юридически расположено помещение общепита на земле, которое бизнесу не принадлежит. Это территория Росимущества, что было в свое время подтверждено в суде. То есть само существование этой постройки незаконно. Ресторан должны были снести. Но, тем не менее, он продолжает функционировать. Любопытно и то, что прокуратура Кольского района наверняка о ситуации знает. Но для того, чтобы прекратить самозахват земли и вернуть деятельность бизнеса в рамке закона, ничего не предпринимает. Еще одно нарушение, на которое контролирующий орган смотрит сквозь пальцы – существование вот этих двух домиков, расположенных на сопках через дорогу от главного здания «Кедрграсса». Они тоже относятся к отелю. И там, судя по сайту, еще в конце марта активно размещали гостей. В том числе и иностранных. Стоит проживание недешево. Две ночи на два человека, например, обойдутся почти в 40 тысяч рублей. Интересно, предупреждали постояльцев при заселении о том, что ночи эти для них могли стать последними. Дело в том, что здания построены прямо под линиями электропередачи. Это тоже запрещено законом. И запрет имеет практический смысл. Если высоковольтный провод оборвется и упадет на постройку, гостям не поздоровится. И вероятность такого исхода в Териберке с ее постоянными сильными ветрами далеко не нулевая. Кстати, по домикам тоже есть решение суда от 2023 года. Там четко указано – постройки владелец должен демонтировать. Однако, как мы уже говорили, они стоят, и, судя по сайту, в них продолжают селить людей. Прокуратура Кольского района снова выходит бездействует. Чего ждут-то? Жертв? Нарушения серьезные, но Кидарграсс устранять их не спешит. Руководство отеля ко всему вышесказанному еще и притесняет новичков, которые только пытаются зайти в поселок. Наша компания занимается популяризацией туризма в северо-западном регионе. Непосредственно в поселке Териберка мы выполняем работы по улучшению данного языка причала, так как он находится несколько в аварийном состоянии. К сожалению, соседи с нашей территории, которая у нас сейчас находится в аренде, пытаются всячески нам препятствовать. Как утверждает предприниматель, сначала подъезд к причалу заблокировали бетонными блоками, а потом еще и экскаватор там припарковали. Ко всему беспокойные соседи оперативно успели раскопать одну из стенок ремонтируемого объекта, которую до этого рабочие долгое время укрепляли кусками скальной породы. На сегодняшний день на заезде на данную территорию стоит экскаватор, который препятствует проезду. Далее правая часть причала полностью откопаны камни, которые мы буквально недавно создавали укрепление для данного причала. Ну и также вынесены камни повыше, чтобы не было возможности проехать наши техники. Предполагаем, дело в том, что на этот причал положил глаз управляющий отелем Кедрграсс. И теперь вместо того, чтобы действовать законными способами, он пытается всеми силами выжить нынешних арендаторов. Прямо не туристическая достопримечательность получается, а какая-то территория дикого бизнеса. Кто сильнее, богаче, не исключено, что успел обрасти связями, тот делает, что хочет. А как же закон? Он, похоже, руководству отеля не указ. Подробнее о ситуации с отелем Кедрграсс мы расскажем в нашем специальном репортаже, который мы сейчас делаем, основываясь на ситуации. Его выход в скором времени анонсируем как на телеканале Арктик ТВ, так и в наших социальных сетях. Надеемся, к тому времени контролирующие органы озаботятся происходящим в Териберке и смогут дать экспертную оценку всем указанным нами нарушениям. В гарнизоне Заозерск Северного флота ветераны-подводники, члены экипажа атомной подводной лодки «Комсомолец» приняли участие в памятных событиях, посвященных 35-й годовщине гибели крейсера. Напомним, Ка-278 в результате пожара потеряла плавучесть и затонула 7 апреля 89-го года в Норвежском море. Большая часть экипажа «Комсомольца» погибла. Корпус подводной лодки до сих пор находится на дне моря на более чем полуторакилометровой глубине. Я еще говорю, Никита, а папа где? У меня мысли такие, что ребенок мне скажет, но если такого то и будет. Хотя я не знала, что это как бы, я просто. Он говорит, ну, он два годика в море, типа я ему говорила. А потом он спрашивает, вернее, я спрашиваю его, Никит, а папа вернется? И боюсь, что он мне ответит. А он говорит, так, да. Ну, опять же, ну, вы же понимаете, это просто какие-то домосты, просто какие-то интересы. Ну, как бы так понять, узнать вдруг, ну, какая-то надежда такая маленькая. Долгое время семьи экипажа «Комсомольца» не знали о ЧП, которое произошло с подводной лодкой в Норвежском море. По радио передавали об аварии на одном из крейсеров Северного флота. Но на каком именно, не было известно. Мы как бы услышали это по радио, но тогда мы еще не знали, что это наша лодка. Мы как бы, ну, внутри, ну, не знаю, где-то под спотно что-то, ну, что-то вот как щелкнуло, или то, что как-то как-то провалилось что-то, вот как-то, не знаю, ощущение какой-то тяжести появилось. А еще услышал эту, как бы, новость мой папа. И тогда, когда это, ну, он сказал, говорит, Оль, ты знаешь, ты не переживай, вот там, я говорю, это наш. Ну, я так, он говорит, ну, почему наши, типа, почему ты решила, что там жених, ну, типа. Я говорю, вот, ну, не знаю. Ну, у меня такие были мысли, вот, еще мы не знали, кто это, что это, ну, вот, почему-то какие-то слухи ходили. Ну, что, вроде как, они должны были заходить, потом снова дальше продолжать. Ну, мы же не знали этого всего, потому что все же это, ну, как бы, это тайна, поэтому мы, естественно, этих всего не знали. В это время экипаж комсомольца, как говорят моряки-подводники, боролся за живучесть. При возвращении в Заозерск с похода в одном из отсеков начался пожар. Да, наверное, в воду попал. Было в них, что-то давишь? Был момент. Уж более холодная вода была. Уже полночек не было. Ну, а потом, может быть, когда очнулся. Здесь сидит? Не, сказали, не выходим. Я не думаю, что они сейчас выкарабочили. Вот. Ну, про то, что было на самом корабле, вспоминать не хочу. Там работали просто. Как учили, так и работали. Игорь Орлов на комсомольце служил командиром группы дистанционного управления ядерной установкой. В отсеке крейсера, а это часть экскурсии, организованной для ветеранов-подводников и их семей, он не спускался 35 лет. Но даже спустя столько времени заметил знакомое по службе оборудование. 7 апреля для него и всей команды комсомольца больше, чем День памяти. Если раньше мы собирались, ну, скажем, как бы на нашу, да, то теперь 7 апреля это офицерный день памяти. Так что, вовековечено, конечно, через фирм много народу полегло. На борту Кат-278 на момент катастрофы находилось 69 человек. В какой-то момент, а лодка была в надводном положении, командир принял решение об эвакуации экипажа. Многие подводники отмечают, что тогда не было страшно, просто не хватало времени, чтобы проанализировать ситуацию. Большая часть погибших в воде именно в этот момент случилась. Спасибо морякам, рыбакам. Многие из нас потеряли сознание уже через час с лишним, в том числе и я. Как меня подняли, я не знаю. Я знаю, что я благодарен рыбакам. Хлопустов поднял. Спастись удалось 27 морякам-подводникам, большинство из которых после апреля 89-го года больше никогда не выйдут в море. Кто-то уйдет из флота, кто-то останется, но будет служить на берегу. На протяжении многих лет в областной детско-юношеской библиотеке организуют конкурс рукописной книги. Издания, созданные руками ребят, поражают воображением, как использованными в работе материалами, так и содержанием. Вдохновившись увиденным, наш корреспондент Кристина Кратова решила пообщаться с одним из юных авторов. Несколько витрин книг, созданных руками малышей со всей страны и за ее пределами. Детская фантазия не имеет границ. И, вероятно, именно поэтому они создают свои произведения такими необычными, что для взрослого человека кажется совершенно невозможным. Есть книги-кроватки, кошки, лукошки, вязаные рукописи, сделанные вышивкой и выжиганием. В этом году мы проводим уже 27-й конкурс, международный конкурс детской рукописной книги. И мы получили более тысячи... Участники, которые приняли участие, более 1400, и мы получили 368 книг. Регионы у нас в этом году присоединяются, география очень обширная. И действительно, конкурс подтверждает свое название международный. Нам пришли работы и из Белоруссии, Узбекистана и Казахстана. В детско-юношеской библиотеке сейчас выставлена малая часть коллекции, собранной за годы проведения конкурса рукописной книги. Но на витрине можно увидеть три работы, написанные одним автором – девятилетней Александрой Забелиной. В этом году она представила книгу «Брусничные истории» о приключениях, которые могут произойти с каждым. Однажды мы, как обычно, играли в бадминтон. Игра была недолгой. Четким ударом ракетки я отправила валанчик на крышу веранды. От мамы теперь нам точно попадет. Мы тихонечко зашли домой и ничего не сказали маме. Вечером мама посмотрела в окно и увидела валанчик на крыше. До этого нам уже удалось закинуть туда наш футбольный мяч. И мы получили тогда хорошую взбучку. Александре нравится не только писать, но и читать книги о приключениях. Ее любимые авторы – Марк Твен, Ольга Лукас и Роберт Бернс. Возможно, когда Саша вырастет, она станет таким же известным писателем, а пока делает первые творческие шаги. Пока же в этом ей помогает мама. В том числе она участвовала и в создании брусничных историй. Помогала мне правильно поставить предложение и немножко помогала с оформлением, потому что это было очень сложно. На сборке материала примерно полгода ушло. Затем мы начали оформлять книгу, придумывать дизайн. И потом уже начали писать. И сделали ягодки. Ранее она уже представляла две рукописи про Саамов. Охрабром Тальве, созданная с друзьями. И все начинается с тебя. Эта книга не просто с текстом и картинками. Здесь есть образцы камней севера. Эвдиолит переводится с Саамского как лопарская кровь. Существует легенда, что между Саамами и мифическим героем Куевой шла война. Поверженные Саамы остались, но их кровь питалась в камень. И поэтому камень так и назвали – лопарская кровь. Хотелось показать, какие материалы, камни существуют на Саамской территории. Это же наш коренной народ. А еще в книге установлен мини-проигрыватель с Саамскими песнями. ПОЮТ в пяти номинациях. «История для Мурзилки», посвященная столетию журнала. «Слушаю природу сердца», «У каждого есть свой город», «Познаем народы, страны, познаем себя» и «Мой сильный маленький народ». Победит ли Саша Забелина, мы пока не знаем. Но девочка уже призналась, что у нее есть идеи для создания новой рукописи. О чем? Прочитаем через год на очередном конкурсе детской рукописной книги. Мурманский областной архив распахнул свои двери для всех жевающих. Для гостей организовали мастер-класс по реставрации документов, рассказали, в каких условиях они хранятся. Анастасия Кочарова подробнее. Ровно 102 года назад Мурманский областной государственный архив начал свою работу. Сегодня учреждение принимает поздравления. Сегодняшний день, конечно, мы сегодня открыты. Мы хотим показать открытие выставки. Одна выставка фотохудожника Николая Николаевича Рудакова. На этой выставке присутствовала его вдова. Сейчас открыта выставка «Судьба человека в десяти фотографиях» Василия Сергеевича Белоусова. Помимо фото выставок, в день открытых дверей в областном архиве посетители могли пройти краеведческие квесты и послушать лекции о родном крае. Гостям учреждения также показали и рассказали, как столица Заполярья могла выглядеть в современности, если бы были реализованы задуманные проекты. В этом году мы действительно подготовили очень необычную выставку под очень интригующим названием «Мурманск за гранью реальности». Документы, которые представлены на этой выставке, позволяют нам взглянуть на наш город немножко под другим углом. Если пофантазировать, то в Мурманске сейчас ездили бы трамваи, а молодежь гуляла бы по набережной или парку культуры и отдыха. А на площади пяти углов красовался бы памятник покорителям Арктики. Но были и более масштабные задумки. В Новом Мурманске предполагалось, что 90% всего питания будет осуществляться через сеть общественных столов. Также в 20-е годы появляется идея создания в Мурманске печальной мачты для дирижаблей. Мурманск должен был стать одним из отправленных пунктов полёта в дирижабль. Новый Мурманск по задумке должен был располагаться в районах современного жилстроя и Варничного ручья. Есть даже английские улицы и так далее. Это тоже, конечно, очень интересно с точки зрения истории. Все эти документы бережно восстанавливают реставраторы архива, которые в этот раз пустили в свою мастерскую всех желающих. Это очень интересно. Я никогда таким не занималась, только в интернете видела. Я думала, это как-то просто, а на самом деле нет. Очень сложно и очень интересно. Проверим отсюда. Это стоя на улице. После реставрации все документы отправляются, как говорят сами сотрудники областного архива Мурманской области, в святыню, хранилище. Самый старый экспонат здесь хранится в сейфе. Это книга соляных пошлин, датируемая 1646 годом. У нас практически миллион единиц хранения. Мы уже подходим к этой цифре. Конечно, место у нас всегда проблема для архивов. Это место, как и где хранить. Но мы постараемся для того, чтобы эти документы имели комфортное существование и для следующих поколений, конечно, были интересны. Совершенно разные люди приносят в учреждения предметы из семейных архивов. Ведь историческим документом может быть все, что угодно. От книг и рукописей до фотографий и аудиопластинок. А посмотреть и послушать их можно помимо дня открытых дверей в любой рабочий день в часы посещений. Анастасия Кочурова, Максим Петровичев, Арктик ТВ Кто здесь смелый, ловкий и умелый? Бои по смешанным единоборствам организовали в Мурманске. Войти в октагон не побоялись больше двух десятков смельчаков. Кому же сопутствовала удача в этот вечер, расскажет Кристина Харатова. Битва за север – это новые спортивные бои по правилам бокса и смешанных единоборств. В турнире решили поучаствовать 16 спортсменов из Мурманской области, Архангельска, Вологды, Ростова и Биробиджана. Средний возраст у нас начинается от 20 до 30 лет. На самом деле достаточно разный сегодня контингент. У нас есть как и спортсмены титулованные, так и ребята с улиц. Правила для всех участников едины и необходимо их строгое соблюдение без использования запрещенных приемов. Для мурманских спортсменов такие большие соревнования – редкость, поэтому можно их считать настоящим шансом показать свою силу и стойкость. Для Мурманска это действительно необычное подобное мероприятие. Это ярко-красочное, это интересно. У нас есть мурманские бойцы, которые имеют возможность, я думаю, представлять наш город на более высоком уровне, на крупных соревнованиях. Я думаю, это неплохой старт для них. Турнир проходил в формате открытого ринга, что позволило смелым зрителям тоже принять участие в боях под названием «Минутка». Такой шанс обладатели крепких кулаков и высокого уровня тестостерона не упустили. И, разгоряченные увиденным, смело входили в октагон. Но, конечно, главное внимание было нацелено на схватки профессиональных спортсменов. Зрелищно, четко, жестко. По классике жанра последний бой был трудным самым. 22-летний мурманчанин Даниил Ланин в этот раз представлял Биробиджан. Да, соперника знаю. Хороший, скромный парень, спортсмен. Спортсмен не на словах, а на деле. Мое мнение, что это самый достойный и самый сильный соперник на данном турнире. Поэтому я изначально хотел драться с ним. А бой уже рассудит то из нас сильный. Даниил сумел выстоять и побороть соперника, который не уступал ему на протяжении всего боя. По признанию победителя, эта схватка стала разминкой перед большим состязанием. Скоро Даниил отправится в Москву, чтобы участвовать в профессиональном турнире Hardcore Fight Night Championship. В Мурманске открыли норвежскую выставку весенней и демисезонной верхней одежды от компании Ursa Group. Коллекции скандинавских брендов специально доставлены к нам из закрывшихся в Санкт-Петербурге магазинов. Экспозиция будет работать до 14 апреля включительно. Скандинавская одежда всегда нравилась жителям нашей страны благодаря своему качеству и дизайну. Однако из-за прекращения поставок и действия ряда санкций, ее ассортимент стремительно сузился, а спрос напротив вырос. Одна из возможностей приобрести полюбившиеся вещи – распродажи товарного остатка на норвежских выставках от компании Ursa Group. Мы продлили норвежскую выставку еще на одну неделю. Так как многим не хватило размеров, мы обновили модельный и размерный ряд. Сейчас размеры от 38 до 74 размера включительно. Как на демисезон, так и на зиму. Из новинок у нас – это облегченные кожаные куртки. Натуральная телячья кожа, она обработана полифит маслами, не промокает, не продувает. Внутри подкладка полностью шелк. В ней будет комфортно, тело будет дышать. Также облегченные штормовки и ветровки. Это немецкая фирма Капрайс. Идет полностью авиационный нейлон, она не промокает. Внутри подкладка – это хлопок. Также тело будет дышать в ней. В разных расцветках и фасонах. Есть подлиннее, есть покороче. Также представлены финские и греческие дубленки. Их преимущество в том, что они двухсторонние. Подходят на температуру минус 10, плюс 10 градусов. Сверху идет тафтин ковчина, это хлопковая замша. Она обработана лазером, не промокает, не продувается. Внутри полностью шерсть мериноса. Купила куртку, очень довольная, красивая, теплая. Куртку мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Теплые, красивые, удобные, вообще просто очень хорошо. До 14 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мормонске по адресу героев. Североморцев 45, вход с правой стороны здания, второй этаж, ориентир, воздушные шары. И на этом у нас все. Больше новостей на сайте arctic.rf и в нашем телеграм-канале. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаю. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Четверг, 11 апреля ночью температура по области составит от плюс 1 до плюс 4. Днем в Мормонске и Североморской плюс 2 ветер западный, до 12 метров в секунду небольшой дождь. В Никеле и Мончегорской плюс 2, в Апатитах и Ковдоре 3 градуса выше 0. В Кандалакше и Полярных Зорях также 3 градуса со знаком плюс. Субтитры создавал DimaTorzok